всем привет мои дорогие друзья вы как всегда на канале кулинарная тема сегодня ребят у нас особенный выпуск сегодня на моем канале 10 тысяч подписчиков ребят для меня это праздник хочу сказать огромное вам спасибо кто ставит лайкосики кто пишет комментарии конечно же подписывается на канал делится ссылками на мои на мои видосы в социальных сетях огромное вам спасибо ребят а я сегодня приготовил свою очередь для вас что-то особенное запечем мы ребята сегодня ногу дикого кабана в духовке с овощичками в обалденном маринаде все будет как всегда круто максимально ребят вкусно так что смотрите и не переключайтесь вот такая вот есть у нас нога кабана приехали к нам друзья охотники привезли ляшечку заднюю весом она где-то 4 килограмма общий вес кабана говорят был килограмм 80 вот такой вот отруб здесь аккуратно спилили то здесь я ее немножко подработал здесь жирочек снял вот такая красивая ножка вот с этой стороны как она выглядит вот такая вот рулечка значит понадобится нам овощи картофель лук морковь все просто по специям у нас здесь довольно таки большой объем понадобится нам имбирь розмарин душистый перец кардамон от бадьян анис гвоздика сухой чеснок черный перец горошком красный сладкий перец паприка тимьян обмазку мы уже будем делать с горчицей и меда запекать мы его будем бумаги и в фольге где-то я думаю часа наверно полтора потом мы его развернем и уже будем задавать ему корочку начнем с ароматного бульона нам надо сварить бульончик потом мы будем им шприцевать наше мясо добавляем гвоздичин штучек десять сухого чеснока где-то все будет у нас по столовой ложки перец горошком здесь можно побольше положить сладкая паприка с ней вы точно не переборщите тимьян сухой он еще нам понадобится для овощей звездочки аниса пару штучек вот можно еще вот эти вот кусочки бросить перец душистый тоже горошин 10 розмарин сухой и сушеный имбирь все это перемешаем ох имбирь запах очень ароматный бульончик такой в азиатском стиле забыл я ребят самый главный ингредиент это соль соли добавляем сюда три столовых ложки но это опять же делается все по вкусу смотрите можно попробовать принципе бульончик ничего в этом страшного нет если не до соленый то всегда можно досолить что ребят бульончик у нас прокипел где-то 35 минут сейчас мы его оставляем на улице чтобы он остыл очень ароматно пахнет вот так вот выглядит потом это все дело процедим пока нарежем овощи морковку как-то крупными кусками просто их запечем как гарнир будет у нас лук я оставлю прям шелухе просто разрежу его на четыре части тоже запечется и будет очень вкусный картошку нарежем дольками как по-деревенски вот так вот немного их замаринуем посолим добавим тимьяна и розмарина и что все это дело хорошо мариновалось чуть-чуть подсолнечного масла все перемешиваем как то вот так вот перемешали ну и как раз они у нас сейчас пока мы будем шприцевать ногу пока будем ее готовить где-то они у нас часок-другой постоят прошло у нас ребят энное количество времени бульончик наш остыл теперь мы его процеживаем все ненужное останется в сите кулинарные шприцы я не нашел будем шприцевать 20 кубовым шприцом у нее иголка более-менее посмотрим посмотрим сейчас получится у нас или нет вроде набирается мелкие частицы какие-то все равно остались имбиря там и просто прокалываем и вот так вот в разные места будем загонять наш ароматный бульон набирать лучше вот так без иголки быстрее это происходит перевернем наш кусочек и так же сделаем с этой стороны зажигаем духовку включаем вверх-вниз на 220 градусов пусть греется солить перчите его не буду потому что мы будем делать обмазку и потом его обмазывать сначала в фольгу а под фольгу бумагу кладем наш кусок заворачиваем его сначала в бумагу это делается для того ребят чтобы он оставался сочный чтобы пар который будет образовываться внутри чтобы он не выходил ну а сверху уже как-то заворачиваем его фольгой герметично его упаковываем края вот эти вот соединяем ну и в принципе все вот наш кусок готов сейчас духовка у нас разогревается поставили на 220 вверх и низ отправляем наш кусок на полтора часа в итоге ребят у нас прошло не полтора часа а два решили мы подержать ее подольше потому что все-таки нога большая давайте теперь мы ее достанем ох как вкусно пахнет духовку пока не отключаем пускай она у нас работает теперь нам нужно вскрыть фольгу и вообще посмотреть что у нас там получилось да кусочек у нас заметно уменьшился посмотрите какая вкуснейшая ножка у нас получается так вот полотенцем я возьму а то горячо вот это драгоценный бульончик который здесь есть он нам еще пригодится для нашего соуса пока положим ее вот сюда на тарелочку она уже в принципе почти готова единственно нам сейчас осталось ее заглазировать приготовить овощи ну и в принципе будем дегустировать но на это у нас уйдет еще я думаю часок ну может быть минут сорок и так ребят фольгу мы убрали с бумагой сейчас мясной сок вот этот вот процеживаем через сито ну чтобы тут всякая требуха осталась вот посмотрите что вот этого у нас соусе не было ставим его выпариваться и потом добавим сюда мед и горчицу доведем до вкусного соуса который мы будем обмазывать нашу рульку бульончик у нас кипит где-то он полтора раза пока выварился добавляем сюда мед одна ложечка мы делаем такую сладенькую глазировку в то же время острая добавим сюда горчички вот я думаю так вот две ложечки нам будет достаточно и горчички столовую ложечку и все хорошо замешиваем и еще вывариваем его раза в два можно огонь прибавить нагрев точнее такой вот получится у нас соус-обмазка видите пока он жидкий но в процессе выпаривания он станет еще гуще посмотрите какой у нас консистенции получился соус такой темный вот так вот он тянется с ложки это нас устраивает кладем нашу ногу в сковородку чтобы когда мы будем ее поливать соусом соус не пропитывал овощи смотрите сколько крови еще после двух часов готовки а на противень уже сюда выкладываем овощи они уже хорошенечко замариновались прошло уже больше двух часов вот так вот по бокам выложим овощички просто соус который мы будем поливать нашу рульку не совсем подходит к овощам и вот так вот будем поливать ну я думаю раза на три нам хватит напомню здесь у нас мясной сок горчица и мед вот так как то размажем по всему кусочку ну а это экспериментальные овощи здесь сделаем то что у нас не влезло посмотрим каковы они будут на вкус и отправляем это все дело опять в духовку температуру убавляем на 180 ставим вверх и конвекцию еще раз повторюсь готовить будем до готовности овощей раза два три сколько у нас по времени пройдет будем ее смазывать прошло у нас 15 минут вытащим овощички уже начинают золотиться посмотрите как поджарилась рулька с одной стороны я думаю что самое время ее перевернуть на другую сторону и смазать нашим соусом с другой стороны он правда немножко под застыл потому что там в составе есть мед я напомню ребят а мед это сахар так вот размажем и будем ее запекать именно с этой стороны вот на горячую мажешь и он как раз тает и кисточкой вот так немножко поможем с боков отправляем ее дальше также при 180 градусах температуру мы не меняем и все вот и все еще разочек нам надо смазать нашу рулечку вау овощи просто шикарные ребят посмотрите очень круто запекаются рулька у нас уже почти готова ах горяча еще раз мы ее крутанем польем соусечником ждем еще 10 минут ребят и будем пробовать прошло у нас ребят еще 10 минут и того где-то в районе трех часов наша кабани рулька провела в духовке духовку мы выключаем овощи у нас тоже прекрасно запеклись ема и посмотрите посмотрите на эту красоту ребят засервируем мы ее прямо вот так вот целиком а потом уже просто будем разрезать ну и конечно же выложим овощи посмотрите на этот вкуснейший запеченный лучок который нужно раздевать потихонечку он очень сладкий очень вкусный вот так вот овощи выкладываем вокруг рульки сейчас для превьюшки мы ее засервируем именно так ну и конечно же потом разрежем ребят посмотрим что у нас внутри обязательно продегустируем попробуем все это дело конечно же расскажем вам вкусно это или нет я думаю что здесь сомнений не должно возникать должно быть это очень вкусно ну что ребят давайте разрежем посмотрим что у нас получилось внутри вот такая вот она черная снаружи это конечно же из-за меда еще кусочек посмотрите на кости полностью все приготовленное мясо срочное соответственно ребят у кости мясо намного сочнее чем вот первый кусок посмотрите но я думаю что она не менее будет вкусно и давайте сейчас сядем за стол уже все продегустируем и все расскажем по вкусу ну что продегустируем что у нас получилось я хочу чтобы сказали товарищи охотники наши дорогие удивительно обалденный вкус сочетание кабана некими вкусовыми качественными специфическими специями игорят удивил поэтому я предлагаю за этот рецепт за эту дичь дичь непростая и за юбилейный десятитысячный пост вот точно давайте за вас ребят спасибо большое что вы меня смотрите огромное хочу спасибо сказать тем кто ставит пальцы вверх кто подписывается на канал кто пишет комментарии всем большое спасибо сегодня у меня 10 тысяч подписчиков и такие замечательные друзья в гостях приготовили мы кабанчика необычным способом юлия советуете вы вот такой вот рецепт людям или нет обязательно и не только рецепт в следующий раз будут и другие виды животного мира вот так будешь обязан нам приготовить нас пригласить и накормить вот так ведь давайте субтитры подогнал «Симон» 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 «Откорнал»